Привет! Привет, Блукич! Привет всем! Что ж, дело сделано, теперь полетели домой. Постойте, давайте посмотрим, что на этой неделе произошло на канале Картун. Джейк и Финн отправились в поход. Дикобраз съел печенье. Джерри сделал Тому маникюр. Гамбл съел горошину. Маслмен работал моделью живота. Спайк подскользнулся. Финн летал. Женщина перепутала Кларенса с Бифштексом. Королевство Туч устроило вечеринку. А мистер Гус попался на просмотре фильмов о крокодилах. Что смотришь? Доброе утро! Это круто! Еще одна неделя на канале Картун. Привет, Сума! Приветик! Кларенс и Сума повстречались в супермаркете и устроили переполох. Они играли в падающее домино продуктами. Кларенс забрался на полку с пончиками. П-п-п-пончиками. А еще они сделали из пиццы летающую тарелку. Мы поинтересовались, возможно ли это в реальном мире. Для этого мы взяли пиццу на пляж. Да, могу признать, из пиццы можно сделать летающую тарелку. Но наоборот, ничего не получится. Финн спокойно парил в небе, когда внезапно... Красс! Космические жирунки! Да, космический жир. В предыдущей серии мы видели морское сало, а теперь вот это. Я подумал, как будет выглядеть фильм о космическом жире. Он прав. Подумай о них. Простой жир может спасти мир. Он не простой. Он просто ранственный. Грядит космический жир, чтобы спасти весь мир. Финн выступит в особой роли пилота жира, а Сара Страмглин в роли мамы жира. Необычные жиры. Скоро на экране вашего кинотеатра. Вы что, зависли? Вы уже 15 минут пялитесь в потолок. Сегодня в анализе вещей посмотрим, как украшен дом Тома и Джерри. Но они, как обычно, все разломали. Так что проанализируем что-нибудь еще. В предыдущей серии мы видели лица на розетках. А на этой неделе лица можно найти буквально везде. На фритюрнице. Привет. На коробке с хлопьями. На складе. Привет. На рулончике туалетной бумаги, похожем на утку. Неправда. Кра-кра. На громкоговорители. Привет. А дома я нашел лица на фотоаппарате. Привет. На раковине. Привет. На плите. Привет. А в окно я увидел это миловидное здание. Привет. А-а-а. Это круто! Шесть, сорок, семь, сорок, восемь, сорок, девять, пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят два. Принцесса надувной замок спокойно причесывалась, когда внезапно появился незваный гость. А-а-а. Шесть, четыре, три, два, один. Одна из тайн этой недели, почему она сказала шесть, четыре, три, два, один, но нажала три, девять, восемь, ноль. А также, почему с этих тарелок внезапно исчезла еда? Или куда пропал микрофон? Или этот самокат? После того, как Стивен толкнул Стивена, мы его больше не видели. Мы также заметили, что злой волшебник носит часы, очень похожие на пропавшие в предыдущей серии. Безусловно, главная тайна этой недели – не являются ли эти пропажи делом рук злого волшебника? На этой неделе претендентами на звание лучшего второстепенного персонажа стали дружелюбная дама, нервная клетка Гамбула, квадратный тренер, мужчина, вышедший из такси в нижнем белье. А на вечеринке королевства туч я видел много удивительных туч, но мне больше всех понравилась тучка-свинка. Именно поэтому она стала нашим лучшим второстепенным персонажем недели. Итак, наша неделя почти завершена. Это все? Пока не все. Мы должны выяснить, что мы узнали. Мы узнали, что Гамбл и Дарвин странно одевались, что Кларенс смешно бегает, что многие вещи написаны на непонятном языке, что космический жир спас наш мир, что у маскулистых людей тоже есть чувства. Ты мой лучший друг! Что не всякую стену можно пробить, что мир полон вещей с лицами, что из летающей тарелки нельзя сделать пиццу, а стиральную машину нельзя использовать как посудомойку. Логика иногда бывает безумной. И все это произошло на этой неделе на канале Картун. Огонь! Не будем это смотреть! Ну, пожалуйста! Я смотрю передачи «Развивающий интеллект». Переключим канал.